Привет всем, кто выступает за мир в это непростое время и продолжает немного интересоваться вопросами атомной энергетики и радиации. Как я говорил в прошлом видео, я буду стараться делать небольшие видео на атомную тематику, скорее новостного характера. Давайте в этом видео я прокомментирую слухи о якобы имевшем место облучении российских военных в Чернобыльской зоне. Я уже написал статью в блоге на эту тему, ссылка будет в описании, как обычно. Ну если эту статью там не зацензурят и не замодерируют, но пока она там вроде бы висит и за сутки набрала уже больше 40 тысяч просмотров. Итак, сейчас на начало апреля российские войска уже ушли из-под Киева. При этом, судя по всему, часть группировки уходит тем же путем, что и заходила, то есть через Чернобыльскую зону и станцию, куда они зашли в первый же день так называемой спецоперации, 24 февраля. Также на днях 1 апреля была встреча главы Росатома и главы МАГАТЭ в Калининграде, где российская сторона подтвердила, что российские войска покинули территорию станцию. Таким образом, российские войска были на станции на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения около месяца. Около недели назад в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о том, что якобы в белорусский госпиталь в Гомеле стали поступать российские военные с признаками остров лучевой болезни. Якобы это военные, которые провели несколько недель в Чернобыльской зоне отчуждения, в том числе рыли окопы в зоне рыжего леса. Давайте разберемся, возможно ли в таком сценарии, безотносительно того, был он в реальности или нет, получить острую лучевую болезнь. Я не буду разбирать медийную составляющую этих новостей и слухов, откуда они пошли и кем распространяются. Это отдельная история, которая, на мой взгляд, только подтверждает то, что это, скорее всего, фейк и часть информационной войны. Давайте все же остановимся на технической составляющей вопроса, я бы даже сказал модельной, поскольку сам факт даже рытья окопов в рыжем лесу пока никем и ничем не подтвержден, нет ни фото, ни свидетельств очевидцев. Посмотрим, может быть они когда-нибудь появятся. Почему мне сразу с трудом поверилась в острую лучевую болезнь от копания окопов в Чернобыльской зоне и в рыжем лесу? Во-первых, даже в 1986 году во время ликвидации последствий аварии диагноз острой лучевой болезни разной степени был подтвержден лишь у 134 человек из сотен и тысяч людей, работавших в непосредственной близости от разрушенного блока в первые дни аварии. Среди около 200 тысяч ликвидаторов, работавших в последующие годы на ликвидации последствий аварии на станции и в зоне отчуждения, случаев именно острой лучевой болезни отмечено не было. Для этого реально нужно получить за короткое время очень высокую дозу. В том числе острой лучевой болезни не было и зафиксировано и у тех, кто работал на ликвидации так называемого рыжего леса. Что это вообще такое? Это участок леса вблизи станции, на который пришелся самый первый и самый мощный шлейф радиоактивных выпадений. От высоких доз облучения сосновый лес порыжел, откуда собственно и получил свое название. В дальнейшем его было решено срыть и закопать. Так что на самом деле сейчас на территории рыжего леса никакого леса нет. Там либо пустыри, либо уже новый выросший лес. Поэтому маловероятно, чтобы пришедшие спустя 36 лет после аварии люди, даже если они начнут копать места, где зарыты именно остатки рыжего леса, получат дозы больше, чем получили люди в 1986 и 1987 году, когда этот лес и закапывали. Конечно, это не отменяет возможности получения людьми в зоне отчуждения повышенных доз облучения, пусть и недостаточных для лучевой болезни. Территория все же загрязнена, да и разные на ней есть объекты. Например, наиболее опасным в радиационном плане объектом является хранилище отработавшего ядерного топлива, о котором я уже рассказывал в прошлом ролике. Но о каких-то инцидентах, которые могли повлечь выброс радиации и облучение людей, пока не сообщалось. Да и сообщение об облученных солдатах связывается именно с тем, что они якобы что-то копали именно в рыжем лесу. Ну или просто с тем фактом, что они находились на территории зоны отчуждения последний месяц. А не с тем, что они сделали что-то с хранилищем топлива. А какую все же дозу могли теоретически получить люди, копавшие что-то в рыжем лесу? На днях мне попалась публикация со сбором этого мифа об облученных солдатах, где были комментарии двух радиоэкологов. Это Екатерина Шаванова и Елена Паренюк из Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Можно по-разному относиться к самому ресурсу, где их комментарий опубликован. Но я посмотрел и выяснил, что сами-то ученые совершенно реальны. Можно легко найти их научные публикации. Они занимаются исследованиями микроорганизмов в зоне отчуждения ЧАЭС и на самой Чернобыльской станции. И уже неоднократно давали интервью по радиационным вопросам за последний месяц. Так что ни к их квалификации, ни к их вниманию и пониманию ситуации именно в зоне отчуждения сейчас вопросов у меня нет. Как нет и сомнений в их симпатиях и стороне, которую они занимают во время этой войны. Я без труда нашел их аккаунты в соцсетях и там все совершенно четко понятно. И тем ценнее их профессиональная объективность. Что они сделали? Как они говорят, они провели моделирование облучения человека в специальной программе для расчета ДОС с учетом данных по загрязнению рыжего леса для следующих консервативных условий. Условие заключается в том, что окоп вырод глубиной человеческий рост, что человек проводит там круглые сутки в течение месяца, что этот окоп выкопан прямо на территории траншеи, где захоронены радиоактивные отходы, то есть тот самый рыжий лес, с учетом реальной удельной активности там изотопов цезия, стронция и плутония. В результате они получили, что за месяц круглосуточного сидения в таком окопе испытуемый получит 130 миллизивертов. Это примерно в 30 раз больше, чем каждый из нас получает за год от природных источников излучения. Но это все равно примерно в 7 раз меньше, чем нужно для получения острой лучевой болезни. Это доза в 1 зиверт. Так что лучевую болезнь при таких условиях получить скорее всего в рыжем лесу не получится. Хотя здоровья такие окопы не добавят. Риск получить в будущем онкологическое заболевание при таких дозах заметно вырастет. Но конечно надо понимать, что это просто модель. В реальности, если вообще какие-то окопы были, то условия облучения могли быть какими-то иными. Что могло играть роль и внутреннее облучение от вдыхаемой пыли, которую могла поднимать техника, на которой перемещались по территории зоны. Что на территории самой станции солдаты могли где-то найти какие-то иные источники облучения, которые там вообще-то есть. Так что теоретически нельзя исключать, что кто-то мог получить и более значительные дозы. Также нельзя исключать, что если новость о госпитализации военных из зоны отчуждения и правда, и связана она именно с радиационным фактором, то вполне возможно, что речь может идти и не о лучевой болезни, а о каких-то иных симптомах, может быть о локальных лучевых поражениях от обнаруженных источников излучения. Или вообще о том, что солдат могут проверять на внешнее загрязнение или внутреннее поступление радионуклидов. Да и в целом, если кто-то получил фотографии военных в госпитале, то во время войны это, скажем честно, вообще не новость. И дело может быть вовсе не в радиации, и не важно, какой при этом профиль у данного госпиталя. Важно лишь, насколько он удобен для использования. С учетом всего сказанного, в целом, новости о каком-то массовом облучении симптомами острой лучевой болезни кажется мне скорее фейком. Хотя отдельных случаев повышенных доз исключать нельзя. МАГАТЭ, то есть Международное агентство по атомной энергии, пока тоже заявляет, по крайней мере по данным на вечер 1 апреля, что у них нет какой-то информации, которая могла бы подтвердить радиационное поражение людей. Впрочем, у МАГАТЭ пока и доступа нет Чернобыльской станции, не говоря уже о возможности оценить состояние здоровья людей с какой-либо стороны. Возможно, когда инспекция МАГАТЭ попадет на станцию, может появиться какая-то информация и об этом возможном инциденте, если он имел место. Благо сейчас как раз готовится такая миссия. На днях глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси как раз побывал и в Украине, и в России, и договаривался о визите на Чернобыльскую АЭС. В пятницу он общался с главой Росатома и министром иностранных дел России в Калининграде, где российская страна подтвердила, что российские войска покинули территорию Чернобыльской станции, где они были с 24 февраля. Надеюсь, в ближайшее время инспекторы МАГАТЭ попадут и на Чернобыльскую АЭС, и на Запорожскую АЭС, и смогут непосредственно на месте провести свою независимую оценку состояния этих объектов, способствовать повышению их безопасности, ну и может быть провести какое-то расследование или обзор всех возможных инцидентов, которые там могли быть за последний месяц. Заканчивая, я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто меня смотрит и разделяет со мной мои взгляды на всю эту так называемую спецоперацию. Хочу сказать спасибо спонсорам канала, которые еще остаются. На всякий случай я пока не буду публиковать ваши имена в конце ролика, чтобы не подвергать вас риску. Время такое непростое, так что я надеюсь на ваше понимание. Если вы хотите поддержать развитие канала, а оно, думаю, в том или ином виде все равно будет, то вы можете поддержать меня на патреоне или любыми другими способами. Они будут указаны в описании к этому видео. Всем мир, берегите себя и ничего не бойтесь. Добро все равно победит.